друзья всем привет вы на канале ваня за штурвалом и вы наконец-то дождались видео с самолетами когда мы летаем сегодня мы полетим на самолете cessna 150 и сделаем эксперимент мы будем отключать двигатель на разных этапах полета и посмотрим сможем ли мы дойти до полосы в случае если у нас отказывает двигатель самолет cessna 150 планирует хорошо и сейчас мы испытаем как это будет выглядеть поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и не забывайте переходить на наших спонсоров которые под видео и можете переходить и выполнять их условия поэтому поехали полетаем увидимся в небе сейчас у нас идет заправка самолета и после этого мы полетим на данный момент погодные условия у нас положительные дует небольшой ветерок ну точнее он сильный около 16 метров в секунду сейчас дует ну и с этим ветром как-то справляться он дует полностью по полосе курсом 110 поэтому должно быть все хорошо перед полетом всегда нужно слить отстой чтобы проверить качество топлива который залит в наших баках мы уже не летали на этом самолете несколько месяцев поэтому первый вылет это всегда такое испытание сейчас все проверим но как я вижу топливо у нас чистое летаем мы на авиационном топливе поэтому все хорошо также обязательно нужно прокрутить винт самолета самолет стоял долго нужно чтобы масло распределилась по всем цилиндрам ну и не было гидроудара так заводим мы значит часы всегда до полного это как примента всегда полностью завести 4 часы чтобы была удача в полете заводится они здесь на три дня советские часы в американском самолете от винта на полоса у нас полностью скользкая поэтому будем садиться с особой внимательностью очень серьезный полет у нас а эксперимент должен видеть каждый поехали да ветеран боковой чувствуется ветеран боковой чувствуется в общем мы будем делать несколько заходов первый у нас будет на прямой как по-настоящему во время захода на посадку мы будем на высоте снижения это около 700 600 футов а второй раз мы будем уже на третьем развороте на полторы тысячи футов это 300 метров третий раз мы будем прямо на середине полосы то есть где-то между аэродромом это самый тяжелый заход у нас будет и четвертый самый трудный у нас отказ будет на взлете но тут мы винт выключать не будем так как это чревато если мы не долетим то мы просто сломаемся и можем разбить самолет но это опасно поэтому сами понимаете сейчас будем делать первый заход так ну вот типа мы убираем газик прибираем карбюратор находим по стандарту выпускаем закрыл очки 15 градусов для по стандартной посадки держим скорость 70 узлов а не меньше истины и со снижением идем находим накрыл очки все держим по-нормальному и дать им всю историю так заходим а сейчас у нас потушится двигатель тяги нету вот мы заходим у нас мы должны удерживать скорость 70 не меньше 60 и шарик по центру обязательно на полосы мы не долетаем мы будем садиться сейчас перед полосой это как бы нормально сразу можно понять что случае отказа двигателя до полосы будет трудно дойти даже когда ты находишься на прямой вот мы доходим но в принципе есть шанс что мы долетим прямо до передних плит вот пробуем 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 нет мы не долетели 15 метров до плиты мы были очень близко а двигатель у нас заглох плюс-минус на 200 метрах до самой полосы но где-то 30 даже то есть вы можете понять что практически сразу же ты идешь на снижение друзья сейчас мы находимся на полторы тысячи футов 300 метров вот тут у нас на третьем гласится двигатель выбираем миг на полное чтобы двигатель загасился прежде действия наши мы ставим скорость стабилизируем чтобы не потерять вы скорость нашу нашу жизнь не сразу же направляем самолет на полосу это самое важное чтобы нам быстрее дойти до полосы вот здесь самый важный момент это не это не выпускать закрылки раньше времени выпустишь закрылки по все ты можешь не дойти но вот я уже вижу что я дохожу поэтому я выпускаю закрылки не удерживаю скорость вот я контролирую закрылки 20 у нас сейчас нам нужно равномерно снизиться есть есть на полосу держим шарик по центру и скорость 70 минимум так уже можно делать виражи потому что не шанс пролететь полосу это еще один важный момент почему нужно выпускать закрылки именно вот когда ты находишься на прямой когда ты уже точно знаешь что ты долетишь накрылки полностью 40 градусов выпущен мы летим зигзагами чтобы как можно быстрее сбросить нашу высоту сейчас ветер у нас чуть-чуть боковой поэтому да и вот такими зигзагами ходим сейчас мы прямо в начало полосы тянем так вот безопасная посадочка идет отлично велкам ту сан тропе мы в сургуте на земле так ну как можно увидеть мы остановились это значит мы долетели до полосы не вторая попытка если у тебя отказ двигателя самые важные вещи первостепенно ставим скорость 70 грамм 70 узлов далее сразу же поворачиваем на полосу и как только ты понимаешь что ты доходишь до аэродрома тут уже можно выпускать закрылки и вот такими вот зигдагами признать свою полосу самое важное это не пролететь свою полосу большая ошибка когда можно сломать свой самолет не получается переходим к третьему варианту когда у тебя самолет глохнет на траверсе то есть посередине полосы в небе это очень трудный заход который но мы сейчас будем пробовать также наберем полторы тысячи футов 300 метров и попробуем это сделать надеюсь у нас платит высоты для этого так друзья сейчас мы будем делать отказ двигателя на траверс середина полосы это наш третий доход надеюсь мы дойдем до него потому что другого выхода у нас нет также 300 метров но чуть выше 300 запасом пройдем и отказ у нас будет чуть чуть выше середины чтобы было все по-честному так убираем газ вот мы еще не дошли до полосы можно увидеть полоса справа убираем газ подогрев карбюратора микс это называется мы заглушили двигатель сразу же стабилизируем скорость не заходим на полосу нам нужно держать минимум 70 я щас не задержал так это я себя держу и мы заходим смотрите у нас дует сильный ветер поэтому сейчас мы очень много высоты потеряем во время разворота на полосу вот тут очень важная вещь правильно рассчитать вот у нас чуть выше скорость было правильно рассчитать и во время этого разворота отойти не так далеко от полосы чтобы мы легко могли дойти до самой до самого до самого аэродрома так у нас 70 ты вот наша потеря высоты идет большая высота и скорость мы очень сильно сейчас теряем высоту так уже видим что мы хорошо доходим до полосы можно выпускать закрылочки мы выпустим полные закрылки чтобы нам а не пролететь полосу выпускаем полную сороковушку и будем сейчас так высота по скорость точнее идем-идем-идем-идем-идем-идем держим 70 не меньше 70 скорость это очень важно и заходим на полосу так я выпущу до конца закрылки и вот как бы вот здесь момент такой что можно пролететь полосу но мы вроде как заходим хорошо сели не в начало конечно а где-то на 2 рулежки оп-оп-оп-оп так ну снова момент третий доход третий доход у нас получился отлично мы рассчитали хорошо высоту и скорость мы не снили много высоты на третьем развороте что нам хорошо позволило дойти до полосы поэтому тут самые важные моменты когда ты поворачиваешь на третий разворот вот слишком далеко не уйти от полосы лучше повернуть чуть-чуть заранее тогда но точно не будет отлета и ты точно дойдешь до аэродрома поэтому правильно рассчитывайте а сейчас мы полетим на четвертый наш заход это будет самый тяжелый потому что мы отказ двигателя у нас будет прямо на взлете это будет самый тяжелый заход так друзья сейчас мы будем делать отказ двигателя на взлете минимум на 600 футок я не знаю поможет это нам или нет это меньше двухсот метров ветерок очень сильный он надеется что попутничок притянет нас аэродром аэродром поехали сразу же ставим главное это скорость и пытаемся развернуться так скорость держим 70 70 без закрылков обязательно подогрев карбюратора чтобы нам дойти в случае чего так и пытаемся дойти нас очень хорошо тянет аэродром у ветерок и мы попробуем зайти я даже вижу что мы перелетаем поэтому мы начинаем скользить чтобы быстрее приземлиться быстрее сбросить скорости высоту так у нас очень-очень большая скорость поэтому это большой шанс что мы можем пролететь так пробуем съесть пробуем съесть мы уже прошли половину полосы и затормаживаем все интересно успеем затормозить до конца полосы все ли и 15 метров осталось до конца полосы ну друзья как вы можете видеть четвертая наша посадка прямо со взлета оказалась удачной мы спокойно дошли с высоты где-то около 180 метров дошли до полосы и даже пролетели практически всю полосу можно сказать при сильном попутном ветре поэтому можно дойти я думаю даже где-то плюс-минус со 100 метров я думаю но первостепенно это нужно всегда держать скорость если ты потеряешь скорость то ты можешь потерять свою жизнь поэтому подписывая на канал ставьте лайки если хотите еще такие обучающие видео по полетам в с отказами то ставьте лайки ну а я пойму это если вдруг вам что-то не понравилось то комментируйте мои посадки ну а я поспорю с вами поэтому ладно хорошего дня и переходите к следующему ролику про расследование который был у нас в прошлый раз хорошего дня пока